Ночью я практически не спала. Ночью не работал порт. У меня же соседка рядом. Она так храпела, и я уже и подушку на голову, и так, и сяк. И туда повернусь, и сюда, думаю, схожу в туалет, спущу воду. Может, я ее трошки разбужу, то она перевернется. Нет. Мертвый сон. А я заснула под утро. Но сегодня ночью будет работать порт. Будет там себе шуметь, знаете, монотонно. Когда что-то монотонно. Я бы телевизор включила, но экран тогда светлый. Так что, пошли мы на завтрак. Наши плечи ангалии стоят. Девочки за зарплату. Смотрю, вы пишите, что я буду получать. Ну, это же бухгалтерия будет считать. А мне надо для себя записать рабочие часы. Нам обещали, что мы будем работать с 7 утра до 7 вечера. Вчера до 6. Но это же по ходу, как готовы номера, понимаете. Если там куча рабочих, мы туда зайти не можем. Потом, когда бухгалтерия нас считает, первый день вообще до 4. Я вам расскажу. Сколько командировочных, сколько. Я первый раз в командировке тоже не знаю. Народ нарушает все правила. Взяла рыбный супер. И сейчас возьму бекон. Бекон, чтобы попробовать сейтон. Вместо кофе взяла чай. Все вообще нонсенс. Чистка, пища этих. Ну, и в Америке. Я понял, вот так возьму чуть-чуть. Вот так вот. Больше не съем. Возьму яичко. Неменькую куке, а еду при татанке нет. Здесь и овсянка, но сегодня будет вот так. По-эквадорски. Не знаю. Я кушать, собственно, не хочу. И утром никогда не завтракаю. Но это же ваш приказ. Сейчас я попробую суп. Пикантисимо. Си. Мамма ми. Оце на перчели. Полпо. Ммм. Не пищи. Показай. Не польку. Сембра в акульку. Секунду. Мила карна. У пищи. Не могу понять, рыбниче мясо. Саревый. Нет, все-таки рыбный. Среди тысячи чаще. Давайте я уже кусочек белькона покажу. Ммм. Крестабуано. Липтун с молоком. А сегодня такой прикол. Подходит итальянец в кофейную машинку, набирает кофе. Ну, ему выходит закрашенная водичка. Он смотрит и говорит, что это? Я говорю, кофе по-итальянски. Я говорю, мы поняли, значит, мы будем пить чай. К тому, чтобы покрасить, побелить, поцементировать, поклеить. Говорите. Бригада. Пронто. В бой. Идут одни старики. Только нас двое. Я и 63-летняя напарница. Все остальные еще. Где-то спют или спят. Или лапку сосут. Или кушают. Наверное, кушают. Вот эти комнаты нам тоже сегодня. Видите, тут стоят такие пилки. Они пилят мебель. Пилки у них конкретные, хорошие. Режут углы. Что за фирма? Читайте. Какие-то металлобрухты. Я думаю, что фирма хорошая. Пошла снимать туда. Тут еще одна такая пилочка стоит. Видите, какая. Уже почти тысяча шагов на шагах. И теперь мы моем паттерочек. Вот так вот. Вот так вот. Горда, Ракель. Это вчера девочки помыли. Мы лучше. Смотрите, какие лампочки у нас тут красивые. У нас здесь зеркала. Видите? Такие баллоны. Шикарный мрамор. На кухне такой. Все старым дедовским способом. Открываешь материал. Доставляешь. Открываешь. Пыльючку протираешь. Эти номера сегодня идут под сдачу. Поэтому должны быть идеальные. Карандашиком что-то написано. Нам выдают резинки. И можно вытирать. Если бы наш Макар увидел. Сколько мы материала выбрасываем. Давайте покажу вам качество занавесок. Вот это белое. Не знаю, видно, не видно против солнца. Ну, такая как шелк, не шелк. Может просто какое-то синтетическое волокно. И вот это похоже на хлопок. Такой плотный-плотный материал. С такими лентами. И вот так вот они крепятся. На вот эти рельсы. На крючочки. А так они даже двойные. Тут еще одна внутри. Видите? Три шторы получаются. Вот это вот двойная. И одинарная. Весик и пас нам помогают убирать. Молодцы, ребята. Открою вам маленький секрет. Как работает карма. Помните? Девочку нажаловалась. Одна из коллег. Ее поставили работать со мной. Ну, теперь мы идем, работаем. Ну, Олеся довольна. Она всегда была довольна моей работой. И теперь пошли номера на сдачу. Номера на сдачу пошли. А те, которые делала эта девочка с моей Дианой, не прошли. Почему? Потому что они их сделали плохо. Ну, не знаете, они их даже не делают. Они включили музыку. Девчата сидят в телефонах. Им весело. А я же своей говорю. Давай, говорю, не спеша. Лучше мы, говорю, сделаем на один номер меньше. Но более качественно. Потому что возвращаться туда, говорю, это такая, говорю, фигня. Сейчас опять будут на паузе собирать собрание. Ту девочку, которую я научила, как бы она переходит на ранг выше. Работает в самой активной. Ну, она как мужик у нас уже давно работает. Будет они, им дадут какие-то работы. А я буду работать с этой женщиной, с которой живу. Магали. Эта девочка, как мужик, ее подучила. И теперь нам организовывают такие группы. Те группы не меняют. Но их сейчас чем-то будут наказывать. Не знаю, чем. Нам номер убрали. Видите, как они застилают. Прям как должно быть. Мы так вот, лишь бы как, а не так. Рекламная пауза. Вернее, кофейная. Там на крыше сколько людей этот кофе пить. Я взяла свой кофеек. Пришла, сняла свои лопаточки. Вчера познакомилась с одним румыном. Нам как раз надо забирать свой инструмент. Я говорю, ой, щетку забыли. А у нас румыны в комнате работают. А он говорит, боитесь, что румыны сделают цап-царат. Но он слышит, что я ж не итальянка. Я говорю, украинцы такие. Из того же теста. Он как раз рассмеялся. Говорит, как же ж его. Ой, как по-румински будет Михаил. Михай. А я говорю, о, Мишка. Мишка. Я говорю, Лиля, очень приятно. Вот так вот. Национальности на корабле. Вот эта женщина, что со мной живет. Панама. Панама. Белая Панама. Диана, которая первая. Бывшая. Бывшая Панама. Колумбия. А все остальные Эквадор. Кроме нашей Олеси и ее сестры, которая Сицилия. У них тут все родственники живут. Ну и получается, я одна. Украинка. 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 Господи. Они так выкручивают нашу Украину, что ты уже сам не знаешь, как правильно сказать. Ох, как хорошо. Разомнять свои ножки. Так, ну что, вы там все Пасху отгуляли, да? Мне кажется, что если я так буду кушать, у меня каждый день теперь Пасха, то, наверное, придется до дому приезжать и гардероб менять. Ну, вам же, наверное, интересно перепробовать все их вкусности, да? Мне тоже интересно. Все их соусы такие остренькие, такие, ух, с огоньком. Ну, вкусно, вкусно. Я стараюсь сидеть на салатах, но салатом, мяско. Мяско надо есть побольше. Дома ты его в таких количествах не накупил. Ну, я не могу. Вот так вот идет, набирает целую тарелку, а потом то, что не съел, выбрасывает, ребята. Так тоже нельзя. Но если ты съел, взял добавку, то да, пожалуйста. Очень много еды выбрасывается. Так смотришь, а у них в каждом этом квадрате где тарелки, ты сам должен свою тарелку освобождать. Пищевые отводы, бумага, пластика. И вот у меня, например, я прихожу с чистыми, совершенно чистыми тарелками. Если там только нет, знаете, огрызка от арбуза или еще чего-то. Но я сейчас... Арбузы в такое время стараюсь не есть, потому что ими можно так травануться. Дынька, да. Дыня, она приходит где-то... Непонятно из каких стран. Виноград, виноград еще есть, да. Да, он, наверное, в холодильниках стоял с прошлого года. Так что я думаю, что это прошлогодний виноград. Апельсины тут растут каждый год. Ну, круглогодично, хотела сказать. Так что фрукты надо есть по сезону. Клубники не давали. Вот эти все варенички их, все соусы. Хочу перепробовать все супы. Пока ничего нового для себя. Пока ничего не нашла, кроме вот этих пикантных соусов. Все тоже салаты практически. Ну, да, салаты немножко другие. Ну, у них морепродукты присутствуют, понимаете. У меня ж... Я ж не могла особо там... То, что могла купить, то, что могла позволить, то покупала и делала. А тут как-то, я смотрю, вчера дышу. Такой ростбик, столько этих лотков, овядины. А ну, накорми такую гвардию. Нас уже разделили. Начальство будет кушать на 14-м этаже, а рабочие на 12-м. Потому что мы просто все в эту столовую не помещаемся. И она ж два часа работы у нее, понимаете. Ну, в общем... Но кормить всех желающих тяжело. Это постоянный поток людей. А вот эти тайцы, они ж маленькие тайцы, китайцы. Тут, ну, обслуживающий персонал. Она ставит разнос на плечо. И у нее гора тарелок. И вот это она вот такая маленькая, вот такая худая. На этом плече этот разнос тянет. За рязными тарелками. Мама дорогая. Вот это силища у них, понимаете. Но они как-то тоже работают все не спеша. Все веселые. Пришли, он нам занавески вот в целлофан надеть. Все такие... В общем, без всяких этих... Без всяких промахов. Так что... Я надеюсь, что мои девочки-эквадарианцы не будут между собой ругаться. Потому что это плохо, если ты на кого-то что-то капаешь, а сам этого не делаешь, понимаете. Я говорю, если у тебя комар носа не подточит, и то, и то. Делай свою работу. Ты свою зарплату получаешь, человек свою. Я так считаю. Каждый работать должен по совести. Так, ладно, я ложусь отдыхать. У меня еще 10 минут времени. Так, ладно, я ложусь отдыхать. Оп. Продолжение следует...